В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На проспекте Ленинского у Комсомола ведется масштабная реконструкция дорожного полотна. Замена бортового камня, установка новых люков, ну и соответственно сама укладка непосредственно асфальтно-бетонной смеси. В Егоревске прошла встреча медиа-сообщества Подмосковья «Инфорум». Мне кажется, что интересно работать с аудиторией, которая, в общем, родная и лояльная для регионального телевидения. В историко-культурном центре прошло отчетно выбранное собрание ветеранов Московского коксогазового завода. Работа заключается в том, чтобы наши ветераны завода не были в стороне от общественной жизни. Видно, на проспекте Ленинского у Комсомола ведется масштабная реконструкция автодороги. Общая протяженность ремонтируемого участка более 600 метров. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Проспект Ленинского у Комсомола – одна из основных артерий города Видное. Пропускная способность трассы большая, поэтому качество дорожного полотна здесь должно быть на высоком уровне. Ремонт на данном участке стартовал две недели назад. За это время благоприятные погодные условия позволили провести внушительный объем работ. Состав работ на данный момент, как вы видите, уже уложена половина объекта асфальтом. Это была замена бортового камня, установка новых люков, ну и, соответственно, сама укладка непосредственно асфальтно-бетонной смеси. Чтобы не препятствовать движению транспорта, основные ремонтные работы организованы в вечернее время. На этом участке в момент фрезерования находятся две бригады, плюс служба обеспечения безопасности дорожного движения. В момент укладки асфальтно-бетонной смеси здесь находятся уже четыре бригады, в которые входят еще и бригады по обеспечению безопасности дорожного движения. Жители и гости города Видное уже успели оценить новое дорожное полотно, протяженность которого более 600 метров. Дорога отличная, работают ребята, укладывают асфальт, будет удобно и комфортно ездить жителям, в том числе и мне. Там-то нормально, вот с той стороны, а тут вроде бы пока еще не доделана, поэтому трудно сказать. На ваш взгляд, вы на сколько сейчас требовались в эту мою дорогу? Ну, конечно, требовалось, требовалось, да, как же, смотришь, как горят. Конечно, обязательно. Я пенсионерка, для меня пока никакие неудобств не составляет. Хорошо сделают, тогда нормально. По рекомендации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, теперь при укладке полотна стоит использовать 16-ю щебеночно-мастичную асфальтовую смесь. В Ленинском округе эту практику внедрили впервые. ЧМА-16 – это совершенно новая смесь асфальтно-бетонная. Основные ее черты таковы, что у нас уменьшается шум на 24%, у нас коэффициент сцепления увеличивается больше, чем на 30%, увеличивается износостойкость. Стоит отметить, что в этом году такой же дорожно-строительный материал будет использоваться и при ремонте дороги на улице Школьная. А работы на проспекте Ленинского комсомола планируют завершить к концу недели. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Виднет-ТВ. В Егоревске состоялась встреча медиа-сообщества Подмосковья «Инфорум». Мероприятие организовано Союзом журналистов России. Почетные гости, опытные спикеры и представители региональных СМИ поделились своим видением работы в условиях новой реальности. Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев отметил, что во времена мирового кризиса просто необходимо использовать современные тренды в подготовке материалов. На протяжении пяти часов сотрудники более 30 СМИ Московской области учились по-новому создавать контент. В их числе и телеканал «Видное ТВ». Мы живем сейчас в объеке фейков, когда очень много искажается информация. И вот на этом форуме мне очень было интересно послушать касательно об этом, как продается информация, как выстраиваются идеологические линии. Это наиболее важно, я считаю, сейчас для СМИ и для руководителей. Приглашенные спикеры рассказали журналистам, что такое СММ по-русски, как грамотно использовать опыт зарубежных коллег в отечественном медиапространстве. Поделились секретами эффективной работы в социальных сетях, поведали, какие из них набирают обороты, а какие не стоят потраченного времени. Возрос интерес к телеграмму, он все-таки текстовая площадка. ВК прирос на 5 миллионов по сравнению с 45, у которой у него была ежедневная аудитория. Мне кажется, что интересно работать с аудиторией, которая родная и лояльная для регионального телевидения, для регионального медиа. Это все-таки, скажем так, женщины, 50+, назовем ее, ядро аудитории. Поэтому, сходя из этого, мне кажется, что самые релевантные площадки – это Яндекс.Дзен и Одноклассники. Гости, а вместе с ними и журналисты «Видное ТВ» получили массу полезных кейсов для реализации своих творческих идей, чтобы сделать муниципальное телевидение интереснее для зрителей. В историко-культурном центре прошло отчетно-выборное собрание ветеранов Московского кокса газового завода. Организация возобновила свою работу после карантина, вызванного пандемией коронавируса. Здесь собрались те, кто своими руками творил историю, а сейчас сохраняет ее и чтит. Кто строил московский коксогазовый завод, запускал производство, налаживал инфраструктуру города «Видное». Люди все пожилые, они помнят, как строили завод, как начинали, как реконструировали, как делали им большое дело для нашей промышленности, народного хозяйства нашей страны. Их труд, их подвиг, он очень важен. На повестке дня – воссоздание Совета ветеранов Московского коксогазового завода, а также формирование его актива. На время пандемии организация фактически прекратила свое существование, но с улучшением эпидемиологической обстановки заводчане приняли решение возобновить деятельность. Функционировать совет будет в составе ветеранского сообщества Ленинского городского округа. Наша задача – возобновить ветеранскую работу, возобновить общение с нами, возобновить поддержку ветеранского движения и конкретно дойти до каждого нашего ветерана, пожилого человека, независимо от его статуса. Сейчас в общественной организации состоит более ста человек. Присутствовавшим на собрании предстояло выбрать новое руководство и актив Совета ветеранов. В результате председателем назначили Галину Непринцеву. Работа заключается в том, чтобы наши ветераны завода не были в стороне от общественной жизни, и чтобы обзванивать, приглашать на какие-то мероприятия, на чаепитие, оказывать помощь, обзванивать, а вдруг кто-то заболел, поздравлять. Завершилось мероприятие экскурсии по экспозициям историко-культурного центра, организованной в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Спокойствие жителей Ленинского городского округа берегут сотрудники отряда специального назначения. О том, кто трудится в подразделениях ОМОН и как правоохранители готовятся к сложной и непредсказуемой работе, расскажем в сюжете. Работа домой! Эта эпичная перестрелка – лишь тренировка, обыденность для тех, кто служит в ОМОНе. Прежде чем приступить к задержанию реальных преступников, правоохранители отрабатывают каждый шаг, чтобы обезвредить нарушителей в считанные минуты, как в лучших триллерах. В их обязанности входит работа не только с опасными людьми, но и с опасными веществами. На счету российского ОМОНа десятки предотвращенных терактов. Обезвредить взрывное устройство может не каждый. Для этого существуют специальные инженерно-технические подразделения. Подойти к потенциальному взрывному устройству можно только в специальном костюме. Он защитит и от огня, и от осколков в случае детонации. Здесь не обойтись без собак. Четвероногие саперы играючи находят мины. В штате натренированные овчарки и лабрадоры. Без них не обходится ни одно массовое мероприятие. В помощь ОМОНовцам новейшее оборудование – специальный передвижной комплекс кар. КАС сканирует содержимое объекта. А этот робот похожий на мини-танк комплекс МРК-15. Именно он уничтожает или эвакуирует взрывные устройства. За плечами сотрудников подмосковного ОМОНа и выезды в горячие точки и ликвидация организованной преступности. Поэтому каждый служащий еще и спортсмен. В графике регулярные тренировки. Алексей Фетисов обучает приемам самбо и дзюдо подмосковных правоохранителей. А в свободное от работы время успевает представлять подразделения на соревнованиях. Служба в данном подразделении мне позволяет не только служить, но и развиваться как спортсмену. Передавая свой опыт, я более глубоко погружаю в спорт, более глубоко понимаю спорт, ну и также преподаю все уроки своим сотрудникам. Еще одна ежедневная обязанность бойцов ОМОН – тренировки в тире. Умение стрелять на службе может пригодиться в любой момент. ОМОН «Русич» находится в деревне Ерино-Подольского городского округа. Но работают бойцы сразу в нескольких муниципалитетах, в том числе и в нашем. В этом году подразделению исполнится 28 лет. Олеся Попова, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке Видного прошел фестиваль театральных коллективов «Шаг на сцену». Он собрал юных, талантливых артистов из Ленинского и Домодедовского городских округов. Наш муниципалитет представили сразу три театральные студии из Видного – «Золотой театр», «Детский театр-ключ» и «Актерская школа-волна». Звучали стихи и песни. Ребята показали отрывки постановок по современным и классическим произведениям. После каждого выступления артистов зрители провожали громкими аплодисментами. В зале был полный аншлаг. На телеканале «Видное ТВ» к выходу готовится новый выпуск передачи «Дорога к храму». В нем мы расскажем об истории появления и святынях храма великомученика Дмитрия Солунского. Первое упоминание о церкви святого Дмитрия в отчине Николаевского угрежского монастыря в селе Мессайлова относится еще к XVII веку. Точное место и дата строительства неизвестны. К нашему времени она не сохранилась, и в начале 2000-х годов было принято решение о возведении нового храма великомученика Дмитрия Солунского. Само строительство началось в 2012 году, 29 октября, после молебна на начало всякого доброго дела, началось возведение храма. И в 2013 году были первоначально возведены цокольный этаж, который под нами находится, были вознесены стены храма и своды. В дальнейшем был установлен на храм купол и крест. Это состоялось в 2014 году, 2 ноября. Тогда же здесь начали совершать молебны, а уже с 2017 года стали проходить регулярные литургии. Одни из главных святынь иконы Дмитрия Солунского, который считается покровителем воинства и символом доблести. Разнообразные фрески, посвященные житию этого святого, можно увидеть и на сводах храма. Православная церковь особо почитает великомученика Дмитрия, которого убили за то, что он открыто заявил о себе как о христианине. Его часто называют вторым апостолом Павлом. Своим примером он показал степень веры, степень опыта богообщения, то есть доказал своим подвигам, что реальность Бога, реальность Христа для него выше реальности земной жизни. Среди икон храма образы Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунского, Георгия Победоносца. Некоторые из них были подарены Мессайловской церкви прихожанами. А в этом году стараниями неравнодушных людей появился деревянный крест Голгофа. Крест – это одна из наиболее почитаемых святынь, может быть, самая даже почитаемая святыня, наряду с другими изображениями, иконами. Но вот крест Голгофа, то есть место, с одной стороны, страданий, с другой стороны, величайшей славы Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который через крестные страдания спасает нас от смерти, избавляет от власти дьявола. Приход у церкви не очень велик, но постепенно число прихожан растет. Вокруг появляются жилые кварталы, и все больше людей устремляется в Мессайловский храм. Для многих он стал местом, где можно получить духовную поддержку. Сюда приходят молиться о здоровье своем и близких, о покое усопших, о спасении. Праздники я стараюсь посещать обязательно. В выходные, не каждое воскресенье. Чувства, потом облегчение. На душе так прекрасно, спокойно. Получаю, как говорится, удовлетворение от этого. Ну, хотелось бы почаще ходить. Прихожане всячески помогают своему храму. Не только пожертвованиями, алтарники, чтецы, хористы. Обычные люди с радостью исполняют эти обязанности. Жительница Мессайлова Клавдия Горбунова в дни работы церкви, а это выходные и праздники, становятся свешницей. Женщина-очевидец появления этого святого места храм Дмитрия Солунского возводился на ее глазах. Когда строился храм, мы все с удовольствием ждали окончания строительства, потому что прежде ходили в Молковский храм. А когда построился, все занялись, все, кто живет в деревне Мессайлова в основном, ну и близлежащие там, лесное тоже. Сейчас уже стали приходить к нам прихожанки и прихожане. И с тех пор мы, конечно, уже занимаемся и служим в этом только храме. История современного храма Дмитрия Солунского насчитывает около 10 лет. За эти годы проделана немало работы не только внутри, но и снаружи. Построен был храм буквально на траве. За последний же год прилегающая территория преобразилась. Силами общины выложили брусчатку, сделали отмостку, восстановили два крыльца. Тем не менее проблем вполне себе земных хватает. Остро стоит вопрос с отоплением. Сейчас церковь обогревают электричеством, хотя рядом проходит газ. Планируется установить забор и решить вопрос с цокольным этажом, где застаивается вода. Это помещение можно было бы использовать для воскресной школы. В людях в приходе видит будущее храма его настоятель, священник Алексей Васильев. Мое видение, что, конечно, должна развиваться именно общинная жизнь, чтобы были не захожане, которые пришли и пошли дальше. Как говорится, может тут никогда не вернуться. А были те, кто пришел как в дом, как включился в семью и, пребывая, здесь живет одной жизнью и с храмом, и с той общиной, в которой он пребывает. Поэтому у меня надежда на такой образ церковного бытия. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова